Андрей, вот можете объяснить людям, которые не очень хорошо поняли пост, а видимо таких людей оказалось очень много, о чем он был? Пост был просто о самом как бы простом. Ничего не потерян для Эмильяенко Тарасова, а вторые заткнули баллы этим всем экспертам, которые там тяжелее пива ничего не поднимали, лежат там на диване, в носу ли сзади заковыряются, делают какие-то комментарии по поводу хрустальной челюсти и т.д. и т.п. Вот и все. И на самом деле то, что я читал, я лежал и сидел там, знаете, угорал. Там некоторые люди как бы догонялись, что я сказал. Заметьте, в том посте я ни слова об Эмильянке не сказал. Я просто сказал, что где же прихваленная непрогреваемая челюсть и что у него сейчас опять пустальный подбородок. То есть ни в коем случае я никак не злорадствовал и не кидал камень в сторону Эмильяненки, а кусок дерьма, да, была цель кинуть в этих экспертов и все. Я знал, что это будет. То есть я поэтому и выставил, знаете, а даже читал некоторые комментарии, которые говорят, мы были и твои фанаты, и Эмильяненки. А я сижу и думаю, а где вы были, когда Орловского, как вы говорите, мои фанаты были, когда меня с говном мешали. Где же вы были, что вы свои рсты позакрывали и там в тряпочку молчали. Вот и все. А так абсолютно. Я знал, я даже предугадывал. Я как бы, я и товарищу с вами сказал, смотри, с утра польется. Ну и полилось. Были люди, чье мнение вам важно, с кем вы общаетесь, да, кто тоже, например, не понял и, ну, у вас, не знаю, у вас поинтересовались, что это было? Нет, не поинтересовались, а, скажем так, у меня есть один очень близкий мой товарищ в Москве. Я что-то ему позвонил не по поводу этого, знаете, а просто я ему позвонил, там, у него другой вопрос был. И что-то мы как-то иначе, конечно, безусловно, как-то коснулись с боя и он говорит, что тут много людей как бы против себя на что-то. Я говорю, ну, мне это против, к этому не привыкать. Меня и настраивали, что я против россиян. Там какой-то комментарий из разговора выхватили с ковбоем. Я говорю, я им объяснял, если я родом из Советского Союза, у меня жена русская и куча друзей в России. Как я могу быть против россиян? И да, я не россиянин, но я родом из СССР. Вот, и все. И как бы, ну, слушайте, ну, постоянно, да, ну, кто понял, потом некоторые, кстати, некоторые считали, что да, ты против россиянин, как так, ты против Емельянки, а потом-то описали мне и в дирекции, извиняли, как, бля, Андрей, извини, мы поначалу не поняли, а сейчас мы как бы уже или им объяснил что-то, или они вчитались как бы и поняли, что это не камень в сторону Емельянка, а это кусок дерьма окинул тех так называемых экспертов. Вот и все. А, ну, то есть были люди, которые все-таки поняли, да, что, то есть, ну, в чем был реальный посыл этого письма? Ну, конечно, конечно. Я не скажу, что их большинство, однозначно, нет, но очень многие. И мне писали, и даже я читал там и писали, чтобы все там читали эти комментарии, то есть я им за это, скажем так, благодарен, потому что на самом деле было лень каждому отписывать, писать и объяснять, и уже как бы не в том возрасте я просто сказал, написал и от своих слов не отказываюсь. Напрягает ли вас вот то, что сейчас в комментариях у вас вот уже после этого поста еще два вышло, да, что люди продолжают что-то писать? Да, абсолютно нет. Я уже про это забыл, я вон выставил другой пост и написал с иронией, где Орловского челюсть не кристально, а выходит что-то конос кристально, потому что как плюшка на другую сторону с лером, ты все. Абсолютно нет. Ну, вы, я так понимаю, да... А, что там вы еще знаете? Еще знаете, что там был хэштег, проиграл, все время бывает. Я к тому, что рано или поздно все проигрывают. Я там, например, Емельяненко, не исключение, вот и все. Если бы нашел или придумал какие-нибудь другие хэштеги, я вам гарантирую, я бы их написал. Тогда ничего в голову не залезло. Было поздно и спать хотелось. Ну, то есть вас это особо, да, сейчас уже не трогает? Ну, слушайте, так или иначе, это пиар. Черный, белый пиар, это значит на слуху. То есть, ну, молодцы. Пускай продолжают. Андрей, вот я хотел еще узнать, у вас по поводу боя следующего, есть ли какие-то новости, может быть? Нет, новостей нету, но я сделаю все возможное попасть на карту Петербурга. А, то есть вам хочется попасть на российские карты, верно? Ну, конечно, конечно, пускай еще там подпольют чего-нибудь. Как думаете, как теперь, вот в любом случае, да, люди, которые там не услышат ни объяснений, не поймут вот посыла, они, наверное, так же... Ну, спасибо вам, вот вы, наверное, это где-то же выставите, напечатайте, правильно? Да, конечно. Может, вы донесете, я однозначно этой херней заниматься не буду. Поняли, молодцы, не поняли их личная проблема. Я сказал то, что сказал, я не журналист, я не литеровед, я не мог нормально объяснить. Старался, старался меньше мата, поэтому там, где был мат, только начальные две буквы, а потом точки были, поэтому и все. Посыл, посыл был и цель была, я же говорю, чтобы это дошло до этих гребанных экспертов, все. Продолжение следует...